Здравствуйте! В эфире Омск ТВ новости. Студия Анастасия Кишмережкина. Смотрите сегодня. Так решилась судьба почти сотни тополей, попадавших под снос. Адрес не дома и не улица. Когда омские ястребы вернутся на родную землю? В России начали производить антиковидный иммуноглобулин на основе плазмы крови, переболевших коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на площадке Петербургского международного экономического форума. По его мнению, препарат на основе плазмы крови, переболевших под названием ковид-глобулин, более эффективный. Ранее сообщалось, что его применение уже одобрил Федеральный Минздрав. Кроме того, министр уточнил, что лечение только каким-то одним препаратом не всегда дает полный эффект. Поэтому нередко врачи выбирают их комбинацию. В России начато производство. Надо его сейчас увеличивать и обязательно для этого потребуется плазма. Это антиковидный иммуноглобулин. Это уже высококонцентрированный препарат, который позволяет нейтрализовать вирус. И он, конечно, является наиболее приоритетным в сравнении с антиковидной плазмой. Смертность от ковида в Омской области оказалась в разы выше оперативных отчетов Минздрава. Росстат опубликовал уточненные данные. За год с апреля 2020 года в Омской области умерли 4977 человек, у которых выявили или предполагали коронавирус. Основной причиной смерти он стал только для 3533 человек. Еще в 137 случаях таковым не являлся, но оказал значительное влияние на развитие смертельных осложнений. А 915 человек, у которых был диагностирован COVID-19, умерли по другим причинам. Согласно отчетам Минздрава, за то же время от ковида умерло 1444. Амича, впрочем, противоречие между отчетностью двух ведомств, нет Росстат, публикует данные по итогам всех медицинских и лабораторных исследований, в то время как Минздрав озвучивает оперативную информацию. По данным на понедельник, 7 июня в Омской области зарегистрировано 65 новых случаев инфицирования коронавируса. 21 Амич выздоровел, один пациент скончался. В Минздраве отмечают, что сейчас россияне, в том числе и Амичи, могут привиться одним из трех препаратов. Спутник Ви, эпиваккарона и Ковивак по собственному выбору и рекомендациям врача. По данным на 6 июня, полную двухэтапную вакцинацию прошли уже 178 с половиной тысячи мячей. По словам разработчиков, препараты способны снизить риск заражения, не избежать тяжелого течения заболеваний, как следствие летального исхода. Нарушения были, а угрозы жизни нет. В пресс-службе группы компаний «Титан» прокомментировали итоги проверки Ростехнадзора завода «Омский каучук». Напомню, что ревизоры с 15 проверенных объектов на 10 обнаружили нарушение требований безопасности и потребовали приостановить эксплуатацию. В противном случае жизни и здоровью людей может грозить опасность, уточнили в Ростехнадзоре. Юридические и должностные лица «Омского каучука» привлечены к административной ответственности и должны выплатить штраф 360 тысяч рублей. Однако на предприятии с итогами проверки не согласны и настаивают, что указанные в предписании нарушения не влекут за собой возникновение угрозы жизни и здоровья людей. Уже создана специальная комиссия, которая определит программу действий по исполнению требований контролирующих органов. Кроме того, ситуацию, связанную с результатами проверки, взял под личный контроль генеральный директор группы компании «Титан» Фархад Самедов. Часть нарушений выявлена на объектах, которые ранее были включены предприятиям в общий план модернизации. Другая часть носит документационный характер и обнаружена на объектах, на данный момент выведенных из эксплуатации. По остальным нарушениям оперативно разрабатываются соответствующие организационно-технические мероприятия. В Омске спустя сутки задержали водителя такси, виновника жесткого ДТП, в котором пострадали пешеходы. Авария произошла на перекрестке проспекта Мира и улицы Химиков, напротив КДЦ «Кристалл». На кадрах с камер видеонаблюдения и регистраторов видно, как водитель Мазды буквально летит по проспекту Мира, обгоняя другие автомобили. На перекрестке он сместился с крайнего правого ряда, столкнулся с вазом и вылетел на островок безопасности, где в тот момент находились люди. Пострадали два пешехода. Виновник ДТП сбил женщину и молодого человека. Сразу после аварии виновник сбежал с места происшествия. Установить личность водителя удалось быстро. Им оказался Амич 1992 года рождения. Как сообщили нашему телеканалу в пресс-службе госавтоинспекции, мужчину задержали на следующий день после аварии, 7 июня. Все обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе дальнейшего расследования. В данном ДТП пострадали пешеходы. Это женщина и молодой человек, которые доставлены в медицинское учреждение. Молодой человек с травмами средней степени тяжести госпитализирован. Женщина находится на амбулаторном лечении. Через собственника транспортного средства было установлено, что возможно управляет транспортным средством молодой человек 81 года рождения. Однако позднее, в ходе разыскных мероприятий, был установлен данный молодой человек, который пояснил, что он в салоне находился в качестве пассажира и управлял транспортным средством молодой человек 92 года рождения. Полицейские выяснили, что в момент аварии 29-летний водитель был пьян. Ранее вы лишили прав. По факту ДТП проводится проверка, в результате которой в зависимости от тяжести наступивших последствий будет принято процессуальное решение. Был неадекватный, был пьян. Полностью неадекватный. Почему вы были полностью неадекватны? Что употребили? Ну, пью. Были пьяны? Да. В социальных сетях под видеороликом с аварией мечи в комментариях требуют от ГИБДД и Департамента транспорта разобраться с опасным островком безопасности на пешеходном переходе через проспект Миру КДЦ «Кристалл». По словам горожан, островок, где такси сбило мечей, которые дожидали зеленого сигнала, чтобы перейти дорогу, слишком мал, чтобы вместить всех пешеходов. В Омске начался пушистый сезон. Специалисты МЧС предупреждают. С появлением тополиного пуха может увеличиться количество возгораний, особенно в пожароопасный период, который действует в регионе до 27 июня. Пух легко воспламеняется от любого источника огня и очень быстро сгорает. Нередко ради баловства пух жгут дети. В соцсетях появилось видео, как горит трава в Советском парке. Авторы видео утверждают, что неизвестный поджог пух вдоль велодорожки на огонь перекинулся на газон и охватил несколько молодых деревьев. Однако пока ни одного пожара, причиной которого стал пух, официально не зарегистрировано, заявляют в МЧС и просят жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности. Быть внимательными стоит и жителям высотных домов. При ветре пух легко поднимается, забивается в щели, а также остается на лоджиях и балконах. И поэтому непотушенный окурок или спичка, проведение огневых работ или детская шалость могут моментально привести к возникновению пожара. Чтобы тополиный пух не стал источником пожара, придерживайтесь простых правил. Будьте осмотрительны в обращении с любыми источниками открытого огня, а также пресекайте игры подростков и детей, связанные с поджиганием пуха. Домашние животные не кошки, а мошки. Амичи верят в силу интернета и жалуются в соцсетях на нашествие насекомых в многоквартирном доме номер один по улице 1 Самарская. Местные жители поделились видеозаписью, на которой сотни насекомых буквально облепили все стены в подъезде. Как сообщают амичи, дом в непригодном для жизни состоянии. Канализационные трубы сгнили, подвальные помещения затоплены, а в квартирах сильная влажность и зловонный запах. Мушки, мухи и тараканы не заставили себя ждать. Вот, пожалуйста, посмотрите, как у нас в подъезде. От сырости уже вся штукатурка все повалилась, вся краска, все. Капремонт говорит, что мы якобы стоим на ремонт, но тишина. Вот они, эти мухи, от которых потом поползут плоские тараканы. Дом обслуживает управляющая компания «Успех». Директор после выезда на объект вместе с мастерами рассказал о нашему телеканалу. Трупы действительно в неудовлетворительном состоянии. А борьба за новую канализацию Сумского доканала идет уже 6 лет. Это зловонная проблема не только одного дома, а всех близлежащих многоэтажек. Канализация не рассчитана на такое количество подключений, поэтому жильцы как минимум 6 домов страдают от затопления. Проблему обещают решить уже в этом году. Первый дом на Первой Самарской стоит в очереди на капремонт по замене инженерных сетей. Вот эта канализация, которая идет на этих домах, к этой канализации, она маленькая. К ней подцеплена ясная поляна, подцеплены новые девятиэтажки. И сама канализация, она не справляется. Водоканал сказал, что они в течение 70 дней сделают канализационную трассу. Ну знаете, 6 лет мы боремся, а здесь вдруг в течение 70 дней они сделают, что-то очень слабо верится. У нас вот эти дома Первая Самарка-1 и Первая Самарская-1 в этом году, они у нас стоят на капремонте, как раз по инженерке. Поэтому вот эти трубы будут все заменены, люди это тоже знают. Споры и скандалы. Вот к чему может привести рядовое заседание комиссии по сносу зеленых насаждений. Накануне в мэрии озвучили решение под корень спилить почти 100 пирамидальных тополей в центре Омска. При этом внешне деревья выглядят вполне здоровыми. А потому вердикт экспертов вызвал у омских экоактивистов вопросы. К чему привел громкий крик общественности и почему на аграрии все-таки настаивают на сносе деревьев? Мои коллеги побывали на экстренном выездном заседании профильной комиссии. Казалось бы, все сказано. Профильная комиссия приняла решение о сносе пирамидальных тополей на улице Спартаковской. Знаменитую аллею у Тарских ворот Омской крепости будут полностью обновлять. Но не тут-то было. В дело вмешалась активная общественность. Рассматривались варианты логоустройства, ремонта зоны пешеходной возможной. Смотрели коммуникации, которые положены. Здесь есть освещение, которые затрагивали бы эту корневую систему. Планировались также зеленые насаждения здесь высадить в количестве порядка 100 крупномерных деревьев. Вместо 96 пирамидальных тополей планировали высадить 100 крупномерных ясеней. На Спартаковской улице хотели заменить плитку пешеходной зоны. Работы посвятили 70-летнему юбилею городской цветочной выставки «Флора» в следующем году. Если будут выполняться работы по замене коммуникаций, также было об этом сказано, что повредятся деревья, есть больные, поэтому предложение было их снести. Ни у кого из членов комиссии вопросов не возникло. Вот хорошо, может быть, что не было. Или хорошо, что вы сейчас. На организацию внеочередного выездного заседания профильной комиссии повлияло отнюдь не мнение одного человека. После публикации решения о сносе целой аллеи взбунтовалась вся омская общественность. Тема вырубки зеленых насаждений сегодня стоит особенно остро. А мечи все еще помнят скандальные слушания по Дендросаду, масштабную застройку на Волочаевской, строительство в сквере молодоженов. В случае с пирамидальными тополями слово берут аграрии. Говорят, здесь действительно есть аварийные деревья. Если делать красиво, то надо делать все. Да, может, несколько деревьев из здоровых попадет, но появится новая аллея, будет новое благоустройство, новые фонари, будет новый объект полностью. Если мы сейчас часть оставим, часть спилится, я не верю. У нас нет технологий, которые позволят проводить земляные работы, не повреждая. Ну нету такого. Я не видел никогда. Потом мы будем это все в течение нескольких лет убирать благополучно. В составе профильной комиссии 28 человек. Это представители мэрии, парламентарии, общественные активисты и члены научного сообщества. Мнения разделились. Поиск компромисса вызвал споры, однако новое решение приняли. Пирамидальные тополя на улице Спартаковской сохранят. По результатам сегодняшнего заседания, в котором присутствовало 20 человек, из них 18 членов комиссии и два лица замещающих, на голосование было вынесено решение о сохранении зеленых насаждений на данной территории и рекомендовать при проведении работ по благоустройству обеспечить сохранение вышеуказанных зеленых насаждений. Проголосовали в итоге 19 человек за, один член комиссии воздержался. Теперь подрядчику дадут указания. При ремонте пешеходной зоны максимально сохранить корневую систему тополей. Контроль за состоянием деревьев взяли на себя чиновники Омской мэрии и экологи. Идею продления программы льготной ипотеки поддержал президент Владимир Путин. Глава государства предложил продлить антикризисную меру до 1 июля 2022 года. Однако условия выдачи кредита изменятся. Ставка станет выше 7% вместо прежних 6,5%. А лимиты на покупку квартиры в новостройках сократятся в два раза. В Омске по программе можно будет приобрести квартиру не дороже 3 миллионов рублей. Владимир Путин отметил, что программа существенно поддержала не только семьи россиян, которые успели улучшить жилищные условия, но и строительную отрасль, которая является локомотивом для смежных отраслей. О том, как инициатива повлияет на стоимость квадратных метров в Омске и как отразиться в целом на рынке недвижимости, мы поговорили с председателем Совета директоров Омского агентства недвижимости Павлом Кручинским. Смотрите интервью сразу после выпуска новостей. Мы не до конца отпраздновали. Председатель Совета директоров Омского авангарда Александр Крылов финансировал новую масштабную встречу команды с болельщиками, посвященную празднованию победы клуба в Кубке Гагарина. По словам Крылова, чествование хоккеистов сразу после победы в чемпионате было наорганизовано на ходу. Теперь мероприятие будет продуманное и более масштабное. Также он прокомментировал и слухи о том, что авангард навсегда останется в Балашихе, даже несмотря на новую ледовую арену. По словам Александра Крылова, ястребы вернутся в Омск уже следующим летом. Этот вопрос решен на последнем заседании Совета директоров клуба. Напомню, что три последних сезона «Авангард» играет в подмосковной Балашихе. Кроме того, Крылов поделился и подробностями создания новой команды из Омска, которая будет выступать в высшей хоккейной лиге. На Совете директоров определен финальный бюджет. Осталось только утвердить название, и клуб начнет свою деятельность в Омске. У команды ВХЛ уже запланировано участие в двух предсезонных турнирах, один из которых пройдет в Тюмени. Мы проводим конкурс. В формировании названия всего пренинга участвуют наши болельщики. Конкурс уже не подведен. Сейчас мы определили 10 ключевых финалистов по названию, которые вышли в финал. Мы сейчас опубликуем это на сайте. Видимо, будет голосование, и в конце концов мы утвердим это название. После этого мы приступим к пренингу этой команды. Более трех тысяч велосипедистов, любителей и профессиональных спортсменов проехали 12 километров по городским улицам. Жители и гости региона приняли участие в традиционном празднике в Белоомск-2021. Спортсмены стартовали на Соборной площади. Проехали по улицам Тарская, Партизанской, Ленина, Прытышской набережной до улицы Рождественского. Велозаезды проходят уже на протяжении 20 лет, отметила мэр Умска Оксана Фазина. С каждым годом количество участников увеличивается, причем не только среди профессиональных спортсменов, но и любителей. Юные велосипедисты преодолели дистанцию в 100 метров, а спортсмены с ограниченными возможностями здоровья – 200 и 500 метров. Самые выносливые проверили свои силы в туре «Надежд» на 20-километровом пути. Почти 4000 человек финишировали на Соборной площади. На велосипедах по городу, кроме мячей, прокатились спортсмены из Новосибирской и Кемеровской областей, Республики Татарстан, Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов. Вы приходите заниматься спортом, вы думаете о здоровом образе жизни. И такие мероприятия – яркое тому подтверждение. Почти 3000 человек – дети, взрослые, ветераны. Конечно, нельзя не сказать слова благодарности и памяти Владимиру Михайловичу Соколову, первому чемпиону мира, советскому первому чемпиону мира, в честь которого проходят эти соревнования. В кинологическом полку прибыло. Номские полицейские познакомили мячей с будущими звездами разыскной службы. В команде три новых четвероногих работника. Овчарки, плейфул, лаки, перлхарт, пирс, бигфут. Они приехали из Новосибирска. Сейчас будущим следакам всего три месяца. Однако у малышей уже появились воспитатели. Инспекторы, которые с легкостью избавили пушистых помощников от сложных родословных кличек и дали совсем новые имена своим подопечным – Лаки, Яна и Федя. Когда щенки вырастут, им предстоит работать по общеразыскному профилю и поиску наркотиков. А пока у малышей, как и положено, беззаботное детство. И это все новости на сегодня. В студии была Анастасия Кишмирешкина. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова